Телевизор, 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 телевизор. В доме Парфеновых стены ходят ходуном. Здесь живет сразу 13 детей. На днях встречали новых братьев. Артем, Егор и Андрей обвели родителей, надеются навсегда. Дети дружно живут. И каждого нового ребенка дети воспринимают как брата. Вот мальчики пришли, они как-то все их поддерживают, помогают им адаптироваться, чтобы те не считали себя лишними. Все один одного тянут. В день защиты детей приятный сюрприз. Семью Парфеновых приехали поздравить представители Первомайской администрации. В подарочных коробках песочные наборы, игрушки и сладости. Презенты от Белорусского детского и Фонда мира. Мы хотим, чтобы все наши дети и Первомайского района, и города Бобруйска, и в целом республике были окружены заботой и вниманием родителей, чтобы они росли в семьях, воспитывались в счастливых семьях. Пока малыши распаковывают сладости, старшие тестируют новые качели. Книга «Дети за мир» также пришлась по душе. Авторы сборника стихов – мальчики и девочки со всех уголков страны. Каждая рифмованная строчка пропитана любовью к дому и семье. Дети, что такое счастье? Поднимаю руку Настя. Счастье – жить в мирном свете, где смеются гучно дети. И у каждого есть дом, у яким ни грим, ни гром. Саша Стельмак – один из 30 ребят, для которых социальный приют стал временным домом. Парень рассказывает, здесь одна мечта на всех, и не важно, тебе три или семнадцать. Здесь единственное переживание – это родители. В основном все хотят обратно домой, потому что здесь как бы не выход через день, понимаете, но без родителей тоже как-то не то. Сотрудники городских профсоюзных первичек поделили заботой, передали детям маски, антисептики, антибактериальное мыло и градусники – все необходимое во время пандемии. Дети – это самое главное для нашей страны, это наше будущее, это наше продолжение. Мы хотим, чтобы они росли здоровенькими и счастливенькими. Для малышей подарок на злобу дня. Тепловизор за 300 рублей. Директор детского дома признается, потребность в игрушках временно отошла на второй план. У нас обычные термометры были до этого, поэтому подарок очень уместный и очень нужный. Учитывая, что наши детки круглосуточно находятся в нашем учреждении, и детки, и сотрудники, поэтому спасибо огромное. Этим детям я желаю в первую очередь здоровья, потому что дети здесь на самом деле достаточно сложные, не все с хорошим здоровьем. Пусть они каждый найдут ту теплоту души, которую можем им подарить мы, взрослые. На Пушкино 234 маму и папу по-прежнему ждут 47 мальчиков и девочек. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.